Привет, друзья! Наконец мне удалось записать полный бой в Ани Апелла с тяжелой винтовкой АХ-50 в комплектации с минимальным временем прицеливания, в самой легкой комплектации, за исключением снайперского прицела переменной крадности. Снайперские винтовки, тяжелые, в данной игре Call of Duty выставлены далеко не в лучшем свете. Почему? Потому что обычная штурмовая винтовка по точности и дальности практически не уступает снайперским, а по плотности огня, по темпу стрельбы, по маневренности, а главное, по скорости прицеливания. Естественно, превосходит. У тяжелых снайперских винтовок, я имею ввиду HDR и АХ-50, есть мало преимуществ. Всего несколько. Так, это то, что они убивают на небольшой дистанции с одного выстрела. И то, что в самых тяжелых комплектациях у них все-таки высокая дальность. Так, я выполню совсем конкретную задачу. Я попытаюсь не дать врагу прорваться с левого фланга, более пустого. На моей стороне крикскоп, потому что легкая модификация винтовки. Как я уже сказал, область применения снайперских винтовок здесь очень ограничена. Вот он, красавчик, обмажет, обмажет, потому что легкая модификация. Укороченный ствол. Есть один. Второй. Мимо. Есть. Вот меня и завалили. Как я сказал, остается только три варианта применения снайперских винтовок. В самом тяжелом варианте, это далеко от линии фронта, на самых больших картах, в самых удаленных местах. Вот он, красавчик, получи. Это первый вариант. Второй вариант. Это закрытиться, закемпериться так, чтобы только с оптическим прицелом большой кратности ты мог попасть в воду. Готов. В этот раз, сволочь. Берем зону дельта. Один голел. Еще один. Правильно, не в этот раз. Он спокойно меня мог убить. Со штурмовой винтовкой разнести. Так и есть. Нужна помощь в зоне права. Ага, здраво новая. Видите, сзади вообще обошел. То есть нету мертвых здесь зон. И третий вариант. Значит, первые два варианта. Да, это глубокий кемп из щелки, из какой-нибудь позиции. И далеко от линии фронта. Они друг другу, конечно, не мешают. Вот. И третий вариант, то, что я сейчас сделаю, это квикскопом попытаться перестрелять противника. Ланшотить, убивать с одного выстрела. Так, нужно быть очень внимательным. Вот он, вот он, вот он. Перехожу на пистолет. Но где он, падла? Да где он, падла, был? Оставался за кучком травы. А, красавчик, конечно. Ну, вот это третий вариант. Бегать и использовать снайперскую винтовку, как некий такой дробовик. Конечно, еще то удовольствие. По счету, сколько я пытался играть. Ох ты ж. Вот полез я слишком. Ну, я как на ладони. Да, сделаю ему подарок. Сколько я не пытался играть с ними модификациями со снайпер, со снайперской винтовкой, счет хреновый. Кемпить вам никто особо не даст. Все эти точки кемпа хорошо знают. Вас попытаются обойтись. На сверхдальней дистанции даже какая-нибудь М4А1 с прицелом Солозера порвет вас просто в пух и прах. Вот лучший вариант в городских условиях. У меня за сверхкороткая такая винтовка. Но она мажет постоянно. Оно и понятно. Так, проверю, не тут ли он опять. Кемперов выкуривают моментально, обходят, оббегают. И если уж играть сверхтяжелым вариантом на большой дальности, то, конечно, HDR. А винтовка АХ-50, она все-таки создана больше для Крикскопа. Вот теперь поговорим еще о таких минусах, почему тяжело снять бой. Ладно, технические неполадки. Постоянно сбиваются настройки, настройки графики. Постоянно вылетают, надо проверять. Бывают всякие пиксели елочки. Бывают разрывы интернета. Есть и такие косяки. Но дело не в этом. Попасть на бой сначала очень трудно. Карты в ротации непонятно как. Спасим. Вот, пожалуйста, вроде и глубоко, и далеко стал. Спокойно он меня со штурмовой винтовки, с АКПом, ему разделал под орех. Потому что здесь надо только двигаться, и двигаться, и двигаться. А двигаться даже самую короченую такую культуру. Это пишет. Так вот, самый большой недостаток. Это даже не то, что карты в ротации не те. Противник Сони Эха, вперед! Хотя это ужасно неудобно для записи. Постоянно тебя в карстовую реку эту засовывают, в котлован, и все. А вот то, как вы сейчас видели, что худ, то есть обозначение интерфейса свой-чужой, практически не работает для снайперской винтовки. Хотите понять, где свой-где чужой? Наверное, я должен был это сделать. Так вот, нужно запоминать, наверное, все скины, и кто в каком отряде, кто на чьей стороне. Иначе просто тратишь патроны, палишься, и все. Да, и забыл сказать самое главное. Это наземная война, реализм. То есть, при наведении на цель никаких красных значков тут не увидишь. Я специально выбрал этот режим, потому что стрелять просто по ярлычкам, ну, это как-то несерьезно. Ну, тоже, видимо, наш. Не поймешь, где мажешь, где наш. Зато у врага ты как на ладони. Сузи меня снимали! О, размазал кровавое пилое. Я со снайпой вот так в прицеле, он Сузи поставил на упор, просто разнес меня, даже не дал никакого шанса. О чем еще можно говорить? Что-то я тут засиделся. Хорошая, конечно, позиция, я на упоре. Ну, упора ты. А чтобы ваншотить на средней и дальней дистанции, особенно на дальней, нужно самый тяжелый вариант винтовки. А перемещать, вот пойми, фиг его, кто это? Где наш, где свой? Приляешь, не понимаешь, что ли не попал. Ну, кто-то из них точно враг. Нет, нужно точно запоминать, кто где. Берем зону, браво! Даже доли секунды, которые мозг в любом случае тратит на анализ ситуации, дает противнику шанс. Любое принятие решений, и момент просран. Даже самое, вроде бы, безобидное. Немножко замешкался. Поэтому всегда неприятно, когда двое выбегают, в кого из них цели. Понятно, что в ближнего или в дальнего. Это не важно, ближнего к прицелу. Уж выбрал одного, убивай одного. За двумя зайцами погонишься. Вот они друг за другом бегают, их хрен пойми. Так, что-то я тут, в основном, только по своим сандолю. Захватываем зону, браво! С одной стороны, я охраняю какой-то пустырь. Счет не может быть здесь большим. С другой стороны, это важно. Стоило упустить этот фланг. Все, зажимают, разносят на респе. Все, до свидания. Стоит одному забраться в тыл. И это кошмар. Он может выкосить всех, фактически. Так, ну вот попробую усунуться. Хотя ничем хорошим это не закончится. А по правому флангу, там идет бой. Там не хрен делается с моей снайперской готовкой, а ни с какой. Захватываем Чарли. Там надо брать М4А1, калаш. Ты гад. По-моему, я его врохнул в бок, и меня врохнул. Да-да, я его врохнул. Быстро посмотрел счет. Возрождаться лучше в самом тоже конце и продвигаться. Потому что сколько я пытался возродиться где-нибудь, чуть-чуть подальше от Респа, чуть поближе к противнику. Заканчивалось плохо. Вот здесь классическая снайперская позиция для тяжелой винтовки, чтобы контролировать вот этот с неба проход. И в центре вот здесь вот. Здесь балконы и проход, выход из дворца, так скажем, из двора его. Здесь, конечно, хорошо с тяжелой винтовкой. И, наверное, с инфракрасным прицелом. Противники захватывают право. Ты тоже хрен поймешь, где свои, где чужие, потому что все бегают и вперед, и назад. С легкой винтовкой здесь, конечно, отстойно. Можно не ланшотить, я с ним. Но даже вот там, в позиции на крыше, СМ-4А1 с Солозера, тебя просто снимают как ребенка. Тебя просто начинают прокликивать одиночными выстрелами быстро. У тебя один шанс, а у противника 30, чтобы тебя вынести. Путь 30-15 с двух путь, а в голову с одной. И отлично в голову попадает СМ-4А1. Ну и другие винтовки. Что там говорить про СКАР или про АТН? Мне очень нравится СКАР, очень нравится АТН. Калаш более универсальный. Хотя здесь люди предпочитают мелкашки. И СКАР снимает снайперов просто. А АТН считает сам снайперская винтовка. До свидания. Вот, видели что? Обошел он сзади. Занял этот самый балкон, эту самую снайперскую позицию. Вот эту вот, куда я сейчас пойду. Он сейчас там, скорее всего. И наших просто в окрошку крошит. Надо аккуратнее. Сукин сын там. Кину светошумовую. Не-не-не, не верю. Там он, там сныкался, где-нибудь бродит. Дураков нет. Пострелял и сныкался. Они все время так делают. Мы лидируем. Нельзя верить. Трое-сторону нельзя забывать, что могут еще и спереди садануть, снять. Опять я по своим. Да когда я запомню, что в противогазе, это свои в данном случае. Но когда играешь в день несколько игр, то, конечно же, все равно запутаешься. Я не помню, например, за кого я сейчас играю. Я не убил, по-моему, я его все-таки грохнул. А может одновременно. Все-таки у меня не покидает чувство меня. У меня такое чувство, что кто-то сзади подкрадывается. Вот я не понял, почему он не сдох. Все-таки, видимо, опять по своим массажерам. Ну, им ничего не делается, а я перестрахуюсь. Потренируюсь заодно. Вот, вот, шаги-шаги. Надо спрыгивать сразу, текать. Круголя нарезать. Десять раз лучше перестраховаться. О, все. Недостаточно я перестраховался. Плохо. Все тот же с Драгуновым. Красавчик, конечно. Он, сука, там. Он и был где-то там бегал, наверное. Или сразу пришел нарез. На эту позицию отбежал. Все потому, что я оставил левый фланг. Вот это чревато для всей команды. Так, ну что делать? Нужно очень аккуратно его отсюда выкуривать. Он знает, что я приду за ним. Надо забыть про все просто. Вон он, мелькнул. Это по нему, скорее всего, уже садит. Причем, наверное, свои же. Вон он. Попытаться через доски его грохнуть. Все-таки у меня снаупа. Должно пробить. Мне нихрена. Побежал, побежал. Где же ты, сука, бегал? Мы лидируем. Пистолет тут не спасет. Пистолет я выбрал, честно говоря, хреново. Из своих предпочтений он не функционал. Он здесь, здесь. Я шопочу здесь, сука. Тоже не дурак. Не знаю, что я повторю его же маневр. Кажется, что ушел. И, в принципе, да, логично. Зачекают ситуацию. Да не забывай, что спереди еще могут рухнуть. Если дворец балкона... Если балкон дворца не отцепливается... Опа, ранил. Откуда? Кто? Непонятно. В районе обнаружен вражеский СВВП. Нет, я слышу шаги. Не верю, что это свои. Сука, вот он ты, сука. Анима. Вот вам эклипскопы. В упор мажет. Очень нефункционально здесь снайперские винтовки. Я пробовал здесь, на этом же балконе. СН-4А1 с озеровским прицелом. У меня счет был гораздо больше единички. Вроде есть, а вроде нет. Не поймешь. Скорее всего, все-таки нет. Так, пойду я на левый фланг. Почему я так решил? Потому что мне не нравится, что этот товарищ этот прибежит. И мы пулируем. Так, надо зайти с самого зада. Потому что уже там может быть кемпер. Вот, так и есть. Еще один. Ставлю на ухо. Не успел. Все равно темп стрельбы маленький. Ну, этот, конечно, просто красавчик, по-моему, был. Представим себя, была маленькая. С тем же Дракуном совсем непросто играть. Уже половина случая в неланшоте. Бежит от НАСА. Фига узнает. Вот упустил я этот элемент. Не было такой необходимости. Да что ж такое. На всякий случай перестраховался. Да, потренировался. Не было необходимости запоминать скины, пока не начал вот так вот играть на больших катах со снайперской винтовкой. Но советую это сделать. Вообще советую не играть со снайперской винтовкой. В городских условиях. Лучше возьмите Аскар, повесьте на него аппетические прицелы, валите всех нах. И все время надо ставить на упор. Опять же, играя в лиге, нельзя ставить на упор. Поэтому я не люблю упор, и не люблю к ним привыкать. Да и опять же, сидишь упор, а ты тебя сбоку просто расстреляют. Напомню, что это самая короткая модификация. Хотя вот все равно я пытаюсь на дистанции что-то делать. Лучший результат был в ближнем бою, в среднем. Я их просто с одного раза выносил. В общем, можете лучше, большой вам респект. А я и так сильно напрягся. Пока что это мой лучший результат. И пробовал я все модификации этой винтовки. Пробовал кемперить, пробовал в щелки залазить, пробовал бегать. 10-9. Всем спасибо. Удачи.